МИР МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ Столь велик, столь огромен, и если еще взять пространство в течение ста лет, то это обозреть и даже нам, работающим внутри, в недрах МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ, очень тяжело. Вы знаете, борьба с пандемией, а это работа как в подполье, далее это естественная необходимость двигать наше дело, книгоиздательское дело. Мы тоже не думали ни о чем вот этом выдающемся. И только сейчас с вашим приходом, с вашей потребностью зафиксировать что-то, мы вынуждены размышлять о феномене МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ. В феномене МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ, потому что при первом приближении речь может идти только о подвиге, только о подвиге во имя молодежи, во имя людей, во имя Отечества и так далее. Слова высокие, но это как раз тот случай, когда следует их использовать. Понимаете, стоит совместить истории страны и сто лет МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ, чтобы понять, насколько это было трудно, сложно выжить. Выжить и не просто выжить, а работать. И самое интересное для такого предприятия, которому сто лет исполнилось, мы сегодня работаем. У нас сегодня появляются блестящие книги. МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ, которая проделала такой невероятный путь, создано было в качестве кооператива при ЦК РКСН. Наверное, многие уже говорили. И многих очень существенно удивляет, что МОЛОДОЙ ГЛАРДИИ никогда не был государственным предприятием. Но путь, который она проделала от кооператива, затем 70 лет блестящего развития, мы скромно, без аффектации, можем сказать, 70 лет в условиях советской строя, советской жизни. Это был, понимаете, книгоиздательский рай. Мы могли любую тему, в любую минуту, главное, схватить, главное, чтобы был блеск, чтобы был талант, и это было полезно для молодежи. Мы все это способны были осуществлять. Но жизнь российская всегда сложна, и это особенно 30-е годы, 90-е годы. Что такое 90-е годы? Это вообще страшная часть нашей истории, во многом позорная. Это утрата Советского Союза, бессмысленная, беспощадная последствия, которые мы видим ежедневно с помощью российского телевидения и масс-медиа. Это проекционный ГКЧП. Это невиданная вещь мировой истории. Расстрел парламента в центре нашей дорогой столицы. Вот в это время молодую гвардию, которая была действительно империей, начинает уничтожать. Кто действующие лица исполнителей? Исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации Егор Гайдар. Это 1993 год. Затем лучший мэр всех времен и народов Юрий Михайлович Лышков. Ему показалось, что то, что за многие десятилетия заработала молодая гвардия, вот эти все активы, здания, в которых располагалось 30 журналов, громадная инфраструктура и так далее, полиграфия и прочее, прочее, они понравились Юрию Михайловичу. И в течение четырех лет он все делал для того, чтобы осуществить отчуждение. Был подготовлен уже проект постановления этого правительства. Нам только осталось, так сказать, подписать. Вот. Ушло много времени до тех пор, пока общество, страна не узнала об этих действиях Юрия Михайловича. Государственная дума, Совет Федерации, руководитель администрации президента Российской Филатов, господин Филатов в нынешней интерпретации. Многие другие. Вот только после этого стальные зубы мэра отжались. Вот. Ну, понимаете, за этим последовали другие этапы, другие опасности. В частности, элитная группа офицеров МВД Российской Федерации по заказу криминального бизнес-сообщества пытается осуществить локализацию, уничтожение, переход, смена вектора акционерного общества «Молодая гвардия». Я должен заметить, что наш коллектив, как те молодогвардейцы, стояли насмерть. У нас много мужского и очень такого крепкого женского состава. Поэтому угрозы не испугали. Стрельба, которая иногда раздавалась, это нас не отпугнуло. Более того, посулы и всякого рода попытки обмануть тоже не удались, потому что недалеко от нас было уже такое же предприятие, из которого уже на наших глазах все было превращено в офисный центр. И все те специалисты, которые там работали, редакторы, программисты, люди совершенно различных профессий, это все было отброшено как несуществующим. Поэтому в какой-то момент силы оказались несопоставимы. Мы обратились к президенту Путину. Надо сказать, реакция Владимира Владимировича была активной, резкой, радикальной. Мы, разумеется, благодарны в полной, так сказать, мере. Но я должен заметить такую вещь. У нас оказалось вот в эти драматические времена очень много друзей. Причем независимо от их реальной политической интерпретации или интерпретации. Дело в том, что все-таки круг интеллигенции, круг людей, которые ценят книгу как базу нашей культуры, заставили их выступить в нашу, так сказать, пользу. Если задуматься, в чем же все-таки секрет долголетия, дело в том, что все хотят жить, и люди, и предприятия, и так далее, и так далее. Мы с горечью должны сказать, что в те лихие времена погибло очень много именитых издательств. Это «Прогресс» было такое великолепное, блестящее издательство. Это политиздат. Кому-то понадобилось издательство «Мысль». Поэтому у нас сегодня в философской мысли только вот так. Мы можем издать другие издательства, но это в частном порядке. Собрание сочинений великих мыслителей – это особая, высокая должна быть квалификация. На Арбате жил и работало издательство «Книга» элитарная. Всегда все мировые конкурсы выигрывало. Но несчастье в том, что это издательство было в центре города, где каждый квадратный метр стоит очень дорого. Оно тоже исчезло. А оно занималось, прежде всего, интерпретацией, пересылкой мирового опыта в страну. Вот тогда мы могли знакомиться с адептами от Гутенберга до великих философов, которые заняты были книгой, реальный опыт, книгоиздание на различных этапах. Это была очень большая помощь. Так вот, мы-то убеждены, что надо делать белую книгу о том, что в 30-х, в 90-х годах погибло в связи с данными обстоятельствами. Секрет, я повторяюсь, в том, что мы нужны были. Издательства, книги всегда были нужны молодежи, людям, семьям, в конце концов, разумеется, всему нашему обществу, нашему отечеству. Потому что качество книг было предельно высокое. Тогда существовала такая процедура, по итогам года проверять, вот такая бюрократическая формулировка существовала, книжные остатки. Иногда у некоторых издательств, особенно финансовой литературы, там, скажем, в остатках, то есть они проданы, и без потенциала быть проданным, там, 10, 12, 15 процентов от тиража. У нас от молодой гвардии 2, 2 и 1 десятая и так далее. Потому что все уходило под чистой, потому что всегда было актуально по отношению к людям, к разным категориям молодежи. И здесь вот мы бесконечно долго можем рассказывать, может быть, только главные тезисы. Первый заключается в следующем. Масштабы деятельности издательства в 60-е, 70-е, 80-е годы, это огромный кусок в треть века, соответствовали масштабам Советского Союза. Ежегодно 40 до 40 миллионов книг самых различных направлений увидели свет. И совершенно фантастическая цифра – это 500 миллионов экземпляров журналов. Могу называть, журналы все превосходные, прекрасные. Они спасены, потеряли гигантские свои миллионные тиражи. И вот каким-то образом они существуют за счет подвижности подвига коллективов. Это юный художник, юный техник, моделист-конструктор. Это литературная учеба, журнал, который создавал еще Алексей Максимович Горки и много других. Единственный журнал, который благодаря молодой гвардии и локальной помощи государства – это журнал «Школьный вестник» для слепых и слабовидящих детей. Про него почти никто ничего не знает, но журнал и коллектив – это исключительно мужественные люди. И Дума оплачивает для 500-600 экземпляров вот эти затраты. Слава Богу, что это существует, хотя трезвый взгляд говорит о следующем. В стране не менее 70 тысяч слабовидящих, слепых, и которым помощь должна быть совершенно в других масштабах и размерах. Я хотел бы сразу сказать, что количественные показатели – это только часть нашей информации. На самом деле, что за этим скрывалось? Открывалось то, что самые выдающиеся люди, крупнейшие, виднейшие, замечательнейшие люди спешили участвовать в диалоге с молодежью. Мы дружили с маршалом Чуйковым Василием Ивановичем. Скульптурный портрет его в Сталинграде, в Сталинграде, он и в жизни был крупный во всем. И речь его была, знаете, каждое слово весомое, как кирпич. Все есть отряд космонавтов. До сих пор у нас есть люди, которые встречались с Юрием Алексеевичем Гагарином в наших стенах. И у нас в наших таких почетных местах есть несколько фотографий с Юрием Алексеевичем Гагарином. Он любил и встречался с молодогвардейцами. И даже так случилось, что он был здесь перед своей известной трагической гибелью. Особая речь, конечно, это о российской прозе, о советских писателях, масштаб которых определяется творчеством Шолохова. И мы можем перечислять до Валентина Григорьевича Распутина. Понимаете, сейчас, когда мы вглядываемся в проделанную работу, мы должны сказать, что наша эпоха отражена в трудах большого ряда русских, больших писателей. Нет смысла сейчас их перечислять, они, так сказать, на фронтоне нашей славы существуют. Дело в том, что это не прошлое, то, что они сделали. Это, во-первых, уроки, это заповеди. Мы до сих пор вспоминаем статью Шукшина. Так что же с нами происходит? Находясь в одной из московских больниц и встретившись с этим отсутствием сострадания друг к другу, он вдруг резко вырвал вот из себя такую статью с очень жесткими вопросами. Потому что мир потребительства, он еще более эгоизируется. И мы же, понимаете, почти 24 часа мы слышим первые банковские счета. Это самые красивые элитные мужчины соблазняют людей, чтобы немедленно бросать все и бежать за эпотекой или постановкой ввода счета в очередном финансовом устройстве. Я бы хотел сказать, что молодая гвардия, разумеется, свой шанс в течение этих лет использовала максимально. Мне остается только рассказать и попросить еще одну минуту о ЖЗЛ, потому что в 1938 году молодая гвардия как дар от Алексея Максимовича Горького получила серию замечательных людей. Краткий итог. Свыше двух тысяч томов, которые охватывают и тысячелетнюю историю в России, и по меньшей мере пять тысяч лет мировой истории. Вот это мы сейчас готовим. Новейший каталог, который учтет работу за последние 10 лет, который мы не отражали в этом сборнике. И это собрание сразу покажет, каким богатством обладает страна, наша страна. Мы рекордсмены в серии «Жизнь замечательных людей», которые теперь существуют 132 года. Нет такого в мировой практике. И по совокупности образов, героев, фигур самого различного состава, понимаете, никто другой, кроме серии «Жизнь замечательных людей» не может представить. Я вместе с молдовардейцами, мы сожалеем, что государство, как и к лесам, как к воде, русской воде, к нашему воздуху, так и к книгам, вот к такого рода, относимся не с достаточным небрежем. Это же все можно переиздавать. У нас сегодня в стране 40 тысяч школ и 100 тысяч библиотек. Количество книг ежегодно, даже до пандемии, ежегодно сокращалось. Мы сегодня на душу населения вернулись к тем показателям, которые были в условиях царской России. Это печально. Причем мощь цифровой техники, она абсолютно объективна, и это относится к величайшему дару современной цивилизации. Но книга была, есть и будет по новейшим данным мировых нейробиологов. На эту тему существует по меньшей мере 2-3 книги сейчас в продаже в Москве, которые утверждают, что человеческий мозг с раннего детства начинает развиваться, когда он начинает говорить, когда он начинает читать, когда он начинает разбираться в этих буквах. буквах. Это особый мир, особая ответственность и так далее. Поэтому забота о чтении, забота о книге была, есть и должна быть особой заботы государства. Ну, надеемся, что благоразумие через какой-то период посетит и российское государство. Мне надо рассказывать о том, как 6 лет мой брат применил совершенно не педагогический прием, заставил мыть полы в деревенском доме, это тяжелое, это надо топором скоблить и так далее, и так далее. Только за то, что он потом мне даст прочитать брошюр, это самое, сказку, русская народная сказка. С этого началась вся история. Книги, в том числе книги издательств молодая, говорит, чуть позже. Конечно, вот так случилось, что я их читал всегда. И первые предложения, которые поступило мне, работнику ЦК ВЛКСМ, от главного редактора издательства молодая гвардия Тамара Шатунова, которая в беседе на Ной заметила, что я знаю всю общественно-политическую литературу молодой гвардии. Поэтому, ну, дело в том, что до работы в качестве одного из руководителей молодой гвардии, мне пришлось пять лет работать просто за в редакции. и азы книг-изданий, изучать, исследовать, учиться, тем более опыт, суммарный опыт самой молодой гвардии всегда был громадным. Мне трудно ответить на этот вопрос. Мне-то кажется, она была всегда. Я с этим родился. В условиях советской жизни интерес к книге, особенно при отсутствии конкуренции, при отсутствии других источников информации, и даже если они существовали, существовал «Голос Америки», там, все слушали, там, «Би-Би-Си», и так далее, и так далее. Но это как будто нечто другое. Книга, появление книги каждый раз, это, конечно, событие, которое, знаете, как электрический разряд проходил по всей стране. Вот сейчас, в последнее время, Михайлова, Надя, Надежда Ивановна и крупный специалист, и крупнейший, лучший магазин, и магазин, который побивает и в Берлин, в Берлине, центральный магазин и в Лондоне, так сказать, безусловно, она сказала очень печальную, но очень верную вещь. Беда современной книги состоит в том, что она вне общества существует. Вот в прошлом появление любой книги – это взрыв интереса, это в библиотеке молодой гвардии сразу становится очередь, если знаменитые романы, которые публиковались в новом мире еще до публикации в виде книги, то просили взять книгу на ночь, чтобы утром отдать, скоропостижно прочитать и передать другому. Часть, разумеется, часть этого стремления, оно было такое проекционно-спекулятивное. Это просто на книгу, например, молодой гвардии по фантастике можно было обменять югославские сапоги, женский парфюм, французский парфюм, и так далее. Это была реальная практика. Кто-то обязательно, скажем, в личной библиотеке, может быть, не очень читая, устанавливал. Но это все попутные, неважные следствия. Главное, что чтение книги – это некая и привилегия, и некоторые показатели какого-то статуса человека. И неприлично не участвовать в разговоре, не знать что-то новое, что-то появилось. Наверное, для каждой группы это свои были реперы, свои точки соприкосновения и так далее. То есть это все-таки массовое стремление к книге, к знаниям, к новому. И в том числе вы знаете, это я сейчас могу рассказать. У нас мы придумали целую серию библиотек молодой семьи. 20 томов. Общий тираж 2 миллиона экземпляров. Рассылка распространения с помощью комитетов комсомола по всяким бумажкам, листочкам и так далее. В результате мгновенно тираж этот уходит. Или делается там 30-томный это наше изобретение молодогвардейское истории отечества в романах, повестях, документах. Вот можете представить эпоху Петра не только знаменитый роман, но и включаются документы, указы и так далее. Не столь великое изобретение, но в то же время интерес. 30 томов. Подписаться на них должно быть приложено определенные усилия и так далее. это мне кажется была великолепная тенденция общей массовой общественной движения, имеющей большую силу, общественную силу. Но мы открываем, я открываю газету самую интересную. Скажем, я читаю о знаменитом мировом скульпторе Эрнст Неизвестном. Очень интересная фигура, к сожалению, покойная. Но у нее спрашивают, он участник войны великотечественной. Там своя история. Его считали погибшим после штыковой атаки. Когда несли, уронили. Раздался писк какой-то. Стали проверять, оказался он жив и здоров. А уже в Екатеринбург уже ушла Свердловск, ушла уже похоронка. И продвинутый журналист спрашивает, скажите, пожалуйста, «А как вы на войну попали?» А он отвечает, «Да мы все воспитаны были на книгах «Жизнь замечательных людей». «Мы боялись, что война окончится, а мы не успеем повоевать». Так, понимаете, вот некая реакция на прочитанное. Даже такая реакция. О том, что профессию очень многие определяли. У нас было 300 томов на очень популярной книге «Эврика». «Эврика» это, как говорят, наповал удар. Вот я читаю, скажем, крупнейший доктор, врач в российской медицине, крупная фигура и так далее. Спрашивает, а как вы пришли в медицину? А я прочитал книжечку доктора Моссова, Николая Михайловича, кибернетик, кардиолог, работал он в Киеве. А вот я помню, знаю, что две книги выходили тиражом по 200 тысяч экземпляров. Ага, значит, какая-то книжечка легла на душу этого человека, который стал крупным кардиологом, врачом и так далее. И говорят, причем фальсифицированные фальсификации идут. Вы посмотрите, как хорошо, как много книг в магазинах, которые лежат. Во-первых, они лежат в Москве и Санкт-Петербурге, потому что 90% создаются и здесь же потребляются, условно говоря. Это первое. Второе, цена сегодня уже средней книги до 1000 рублей. Мы сами можем видеть, как люди приходят интеллигентного вида и прикидывают, ему хочется это купить, это и это. А получается реальное. Только одно из трех книг. книг. Тимурский, который уже доходя из Соединенных Штатов Америки, он просто криком кричал. У каждой бензоколонки должен быть киоск с продажей книг, с продажей поэтов и так далее. и так далее. Ну, не оппонирую, я просто хочу сказать, что в советских условиях любое маломальское приличное предприятие имело обязательно базу отдыха, и там была обязательно библиотека, а на самом предприятии, в цехе иногда были свои заводские библиотечки. Конечно, там не Хайдеггера продавали, а что-нибудь попроще, но тем не менее, то, что мы называем попроще, оно оказывается иногда более великое. Вот у нас сейчас появилась книга об Алексея Моресе. Вы знаете, это как встреча с великим родственником. Понимаете? Прекрасно. И ваши реакции прекрасны. Понимаете, мы просто рады, что наш автор смог в нынешних пандемийных условиях все-таки сделать эту книгу, довести именно в месяц Молодой Гвардии до прекрасного результата. Я назначен в качестве директора и руководителя Молодой Гвардии в мае 1925 года. Уже через несколько месяцев мне стало ясно, что какая-то через полосица среди книг я вижу некая неравномерность. Один и тот же автор создает одну книгу, вторую книгу, третью книгу, четвертую, пятую, шестую. Они уже выпущены. Значит, можно предполагать какой-то особый автор, какая-то сложность за этим. Кого я спрашиваю, никто ничего не может пояснить. Раз за разом пытаемся уточнить, что происходит, кто этот человек, кто этот автор. И вдруг был Всемирный фестиваль молодежи студентов на Кубе, и мне еще до этих событий дирекция дала поручение книгу некого Лаврецкого о Че Геваре вручить папе Че Геваре, который должен присутствовать на фестивале и в том числе в клубе советской молодежи. Вот тогда была книга вручена, там были наши переводчики, все прекрасно. Но случилось несколько непредвиденное, потому что в принципе международная светскость заставляет сказать спасибо, а папа сказал следующее. Странно, я возмущен, почему ваш Лаврецкий до сих пор не ответил на наши десяток вопросов. А вот премьер Косыгин через 8 дней мне дал исчерпывающий ответ на вопросы, которые были к нему. Ну и мы начинаем понимать, что под фамилией Лаврецкий скрывается некто другой, который совершенно не заинтересован, тем более передавать какую-либо информацию латиноамериканскому гражданину из Латинской Америки. Так вот, возвращаясь, мы узнали о том, что да, Иосиф Грибулевич вот не больше и не меньше существовал такой человек очень талантливый, очень образованный и постоянно готовил книги, которые были очень актуальны, как раз чуть ли не с событиями, хотя он и брал много из истории. Мы начали искать подходы. И вдруг случилось так, что молодая женщина приходит на работу, молодую гвардию. Я, естественно, задаю кокетливый вопрос. А что-то вы пришли в молодую гвардию, они кругом много других титулованных издались. Она говорит, «Вот вы знаете, я живу среди ваших книг». Бровь поднялась. Она продолжает, «Моя заловка, мама моего мужа, ее фамилия Надежда Григулеевича». И вот тут был подан сигнал, с Надеждой мы встретились, и вдруг она нам сообщает, что скоро 90-летие, никому не нужна, никто не помогает, начиная с пригласительного билета и так далее. Мы это все обеспечили, помогли, и состоялась некая такая памятная встреча. Было трое послов из Латинской Америки. Они все говорили о том, что книги Иосифа Григулеевича до сих пор являются учебниками в университетах в Латинской Америке. И кто-то из них задает естественный вопрос, а почему молодая гвард не напишет книгу? В ответ естественно было заявлено, что мы только спим и видим, как и каким образом собрать соответствующие материалу. А здесь присутствовал Леон Николай Сергеевич еще в отставке, но глава аналитического центра КГБ СССР, человек образованный, знающий и так далее. Он сказал, я говорю, Николай Сергеевич, вот вам боевая задача. Он ответил, показывая на помощника директора СВР, они же не дадут мне личное дело, на это ему молдовардейцы сказали следующее, ребята, вот сегодня вам предложено добровольно сделать, мы обратимся к разведчику номер один, и вы получите приказ, и вам придется исполнять этот приказ. Давайте лучше мирно договоримся и создадим то дело, которым мечтаем. Через некоторое время надежды стал нам давать информацию о том, что в Латинской Америке есть наследники дела Григулевича, и в журнале Латинской Америки можно прочитать кое-что, какие-то куски, отрывки, и так далее, и так далее. мы начали собирать эти отрывки. А через некоторое время живой и хорошо подготовленный автор с большой рукописью появился в молодой гвардии. И через некоторое время большая встреча в связи с юбилеем молодой гвардии товарищ Завершинский, первый тогда заместитель разведки, присутствует. Мы вручаем первый экземпляр книги Надежде Григулеевич, второй экземпляр просим Завершинского передать разведчику номер один. Фамилии не называли весь вечер. Надеюсь, что это было исполнено. Вот такая история. Вы знаете, вот в эти стены входило много действительно великих людей, самых различных, и деятелей литературы, поэтов, научных работников и естественных представителей этой профессии. Блистательные встречи, преклонного возраста Джордж Блык. Память его великолепна, в отличие от нашей речи, любой диапазон Библии или наследство, теоретическое наследство Маркса или анекдоты из жизни некоторых сограждан. Так что встреча прекрасная, дружественная, книга была вручена, присутствовали люди из предбюро внешней разведки, все прекрасно. И прошла неделя, и вдруг какое-то сумасшествие. Несколько западных огромных пресс-центров, вдруг звонки идут на молодые гвардии. Но мы, наши люди, переправили на пресс-бюро, хотя хотели бы уточнить, а что происходит-то? Выясняется, что Джордж Блейк на некоторых средств масс-инфорант подал в суд, что-то выиграл. И когда эта информация распространилась, стало известно то, что книга вышла Джорджу Блейку в издательстве «Молодая гвардия». Тогда попытались что-то узнать через издательство. Евгений Максимович Балаков, человек, который начал с анекдотов. Заходил он не случайно, потому что когда случилась первая встреча с Евгением Максимовичем, она состояла по русскому традиции из трех человек. Евгений Максимович, Пастухов Борис Николаевич и представитель «Молодой гвардии». И обсуждалась рукопись Евгения Максимовича. А рукопись называлась «Беседа о прошедшем», вот примерно в таком вине «Беседы на перепути». Мы ему говорим, Евгений Максимович, понимаете, это вы соответствуете русской традиции. Вот двое встретились, а нужен третий, чтобы за водкой послать. Вот, поэтому ваше название совершенно не подходит к уровню вашей рукопись. Он говорит, а что вы предлагаете? Говорю, Евгений Максимович, ну мы попросим молодогвардейцев составить конкурс и что получится. Действительно, через несколько дней, ровно через неделю, 12 названий было. Я приезжаю к нему и говорю, Евгений Максимович, вот такое название. Первое название такое – «Минное поле политики», о чем мы в самом начале говорили. «Вы не на перепути, вы в мировой политике». Он сразу сказал, принимаю, на презентации говорил, что книга моя, о названии молодогвардейцкая. И затем он приехал на презентацию. Книга его супруга просила его не сильно утруждать, но Евгений Максимович пока последним стоящим в очереди не подписал, он, так сказать, не тронулся. Потом было такое легкое сиденье в кабинете. Наш молодогвардейцы все присутствовали. Вы понимаете, Евгений Максимович, знаете, что бросилось в глаза? Первое, это колоссальное уважение ко всем людям, с которым он общается. Он может быть всяким, в том числе и строгим, и не случайно он был и премьером, он спас разведку, он МИД переформатировал из Козыревской служанки, Госдепа, превратил все-таки в нечто соответствующее нашему российскому, так сказать, статусу. Но он очень уважитель к людям, он прекрасный редактор. Были моменты, когда по рукописе мы краснели, это я честно должен признать, и наш редактор краснело, и я как руководитель рядом тоже чувствовал себя очень неловко. Но он все понимает, поэтому он ее легко прощает, у него нет такого пастырского или прокурорского взгляда и так далее. Были эпизоды, когда к нему можно обратиться с той или иной просьбой, в которой была его компетенция. Он человек достоинства, когда вдруг это вообще еще не изучен феномен, когда он был назначен, согласован, принят Думой в качестве премьера, положение дел было страшное. Поверьте, вот все, кто нес какой-то груз ответственности за дела, все понимали, что что-то происходит чудовищное. И вдруг за 6-8 месяцев вдруг все успокаивается, и вдруг все вроде выравнивается, и Евгений Максимович, Маслюков, подтягиваются какие-то люди и так далее, и так далее. И он, будучи, конечно, идеалистом, предложил очень правильную вещь. Обратился к Государственной Думе, и тогда абсолютно такой продвинутый КПРФ, чтобы взять какой-то тайм-аут против критики. Никакой критики, только давайте заниматься делом. Позже естественно Борис Николаевич это все было интерпретировано как некое сближение с коммуняками по той терминологии и так далее, и так далее. Он хочет стать президентом и так далее. Я верю в искренность и честность Евгения Максимовича. Этого не было и не нужно. Евгений Максимович настолько реалист, он понимал, что его возраст уже не позволяет выходить на какую-то большую дистанцию. И когда было объявлено в отставке коварный Борис Николаевич Ельцин сказал, ну вы можете написать любую причину для отставки. И Евгений Максимович на него посмотрел глазами ученого, человека, который конечно в интеллектуальном смысле выше на несколько голов и сказал, вы президент, это ваша прерогатив, вот вы и пишите. Тот чего-то засмущался и начал говорить, а вот как там что-то с транспортом. И Максим вот тут я детали не помню. По-моему сказал следующее, ну я могу сейчас заказать такси уеду. Понимаете, он просто не позволил вот это унижение своего лица. Поэтому думаю, что наследство Евгений Максимович столь заметно, столь велико, ведь он каждый год, уже будучи в отставке, проводил встречи общественности со своим докладом на политические темы ежегодно 13 января вот в известном центре, в торговом центре человек на 800 с приглашением и вот принципиально важным его докладом. Вот во всем этом стоит разобраться. мы очень рады, когда вышла книга о нем, были сомневающиеся, мы сказали, дорогие друзья, время настолько быстротечное, что чем быстрее, тем лучше. И когда уже случилось непоправимое, мы сразу начали делать книгу, уже памятную книгу о нем. И так получилось. Потому что мы начали делать звонки в разные организации, уже реакция, уже это прошлое. и этого. этого... Поэтому на наш взгляд вот это было замечательно, что молодая Гуарди издала его политическое кредо, его дневники и записи и книгу о нем. и тогда, когда он был жив, была возможность сверить текст, потому что мы там по поспешности, конечно, иногда допускали некоторые неточности, которые при фигуре такого человека совершенно не нужны. поэтому у нас чувство благодарности к нему в истории молодой Гуарди вот это событие было, есть, остается таким вот духоподъемным. Вспомнить даже о нем для нас очень приятно. Да здравствует очередное столетие. Это все. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok